Выставка «Золотой век фламандского искусства» — очень сложное название для многих наших посетителей. Фландрия — государство, которое нам сегодня известно как Бельгия. И поэтому мы сегодня будем говорить о фламандском искусстве 17 века. Эта уникальность выставки состоит в том, что Рубенс оказался впервые в Казани, в Татарстане. Не сам, безусловно, а его произведение. А Рубенса знают многие, даже те, кто искусством и историей, и культурой никак не увлекается. И, конечно, особенность именно выставки в этом. Но, как и все наши проекты, произведения привозят из государственного Эрмитажа, многие из них из фондов. И, соответственно, после реставрации впервые будут показаны. И дизайн, который вы сразу отметите, я думаю, он особенный, создавался в Татарстане. В таком виде выставка больше нигде в мире не будет показана. Это авторский проект. Вот у нас в первом зале сразу можно охватить весь дизайн выставки. Это как бы реальная жизнь фламандцев 17 века, деревенские жители. И фантазии художников. Здесь же как раз тот самый Рубенс, о котором мы уже упоминали, решили оживить графическую его работу в нашем первом зале, чтобы посетителям было гораздо приятнее входить в нашу экспозицию и сразу ощутить себя в 17 веке. Каждый зал выставки у нас связан с определенной темой. Здесь кабинеты редкостей. В 17 веке еще не было музеев, к которым мы с вами сегодня привыкли. Были небольшие комнаты в королевских дворцах, например, в особняках коллекционеров, где размещались в том числе картины. Первый зал у нас по кураторской задумке как раз из таких картин маленьких и среднего размера состоит. И в каждом зале есть самый яркий экспонат. У нас здесь центральная стенка, дополнена архитектурной деталью, для того чтобы мы точно с вами могли сказать, в каком столетии находимся, поскольку это готические соборы преобладают. И именно с этой картины следует нам начать наше путешествие. Когда говорим о блудном сыне, вспоминаем Рембрандта, голландского художника, это уже в собрании Эрмитажа хранится его работа, это произведение из фондов, после реставрации, яркое, красочное, насыщенное. Самый большой вопрос, где блудный сын? Да, где блудный сын, кстати? Да, как он выглядит? Он в центре за столом, у нас многие посетители здесь смущаются, не могут его найти, путают с дамой белокурой в шляпке, уж очень мужественно здесь выглядит. Блудный сын – это шатен в оранжевом одеянии, рядом. Это как раз он, да? Да, он смотрит на свою спутницу, поскольку это притча в живописи, то здесь есть начало и финал истории. Вот здесь он как раз тратит полученные от отца деньги, а в завершении его прогонят из этого дома, когда все деньги будут потрачены. Вот чуть левее от головы дамы в шляпке. Хозяйка заведения его гонит из этого дома. Маленькие фигурки, полупрозрачные, едва заметно на фоне. И картина насыщенная, контрастная. Мы решили, что на нашей выставке впервые в Татарстане, в Казани, должны появиться тактильные и ароматные станции. Некоторые из них вместе, некоторые отдельно. Тактильная станция создается на 3D-принтере для незрячих и слабовидящих людей. У нас инклюзия сейчас постепенно развивается. Это шрифт Брайля, как раз это на 3D-принтере. Но скорее для слабовидящих мы лишь начинаем, поэтому стараемся всячески улучшать наши навыки. Какой-то яркий элемент с картины. Здесь это кувшин и аромат. Можно его ощутить. Ой, какой аромат. Вы знаете, по-моему, пахнет немного корицей. Да, здесь основная нотка корица. Мы как раз решили собрать все сладкое, что могло оказаться на столе. Пышечки с корицей, сладкие напитки. Очень приятные ароматы. Это наше субъективное видение картины. В 17 веке не в каждом городе такие ароматы можно было встретить. Мы неприятные для вас не могли здесь поместить. Поэтому такие особенности есть. В дизайне выставки есть герои, которые нас дополняют в залы. Здесь они в тени. Это дизайнерская задумка, чтобы наши посетители в первую очередь обращали внимание на подлинные произведения. Есть те, которых мы оживили. Здесь мужчина в белой рубахе в центре трясет кувшином. Раз в две минутки оттуда выпрыгивает черти. Мы решили создать аромат свежескошенной травы. Как раз задавали вопрос, как мы обновляем. На самом деле эти ароматы нам сделали по нашему заказу. Парфюмерная компания, которая называется «Диметр». Мы решили выбрать 4 работы на выставке, их описать, им отправить, и изображения в том числе. Работа называется «Жатова». Вот здесь как раз художник Давид Теннерс-младший делит ее на две части. И на светлой части, на поле жницы, которые собирают урожай. А те, кто отдыхают и развлекаются, оказались в тени. Они играют в кегли, отдыхают. Собственно, у нас тактильные станции в противовес друг другу. И серп, и кегли оказались. «Крестьянская свадьба». Эта работа особенная для нас. Она оказалась на афише выставки. Мы долго думали, какую лучше всего подобрать, чтобы наш посетитель уже на территории Кремля точно захотел к нам прийти на выставку. «Крестьянская свадьба», где два главных героя – жених и невеста. Невеста в центре за столом, на фоне серо-синей завесы. Теннерс работает как режиссер. Не просто стол, за которым гости, огромное количество язв. Тот и танцует. А музыкантов художник размещает также слева на помосте. И причем Теннерсу интересно смешивать несколько жанров. Это бытовой, обычная жизнь фламандцев, и пейзаж. Как, например, здесь мы справа в работе увидим. И религиозная составляющая, и церковь, и небесный свет сквозь листву деревьев пробивается. И очень важно, многие картины в XVII веке дополнены символами. Собака – главный символ верности. Здесь есть еще одна особенность – полузасохшее дерево. Говорит уже о зрелом возрасте невесты. Это первое исключение нашей выставки. Мы говорим о фламандском искусстве, а это немецкое серебро. Немецкие мастера, серебряненькие, вдохновлялись живописью, графикой, историческими, мифологическими сюжетами. Их потом чеканили у себя в Германии, а в Европе распродавалось все это богатство уже по разным городам. Сегодня может некоторым показаться, что это функциональные вещи, но они никогда в быту не использовались ни для пищи, ни для напитков. Их покупали, выставляли у себя в коллекцию, любовали, закрывали двери и шли по делам. А все те сюжеты, которые мы здесь можем увидеть, они, безусловно, в живописи читаются лучше, как, например, вот здесь у нас притча о девах разумных и неразумных. Мы уже видели блудного сына, здесь вновь религиозный сюжет, а поскольку в притче начало и финал истории, здесь увидим то же самое. Многим интереснее рассматривать дев неразумных. Вот мы с вами разумных отметим, они справа, в молитве, заняты самыми важными делами, а девы неразумные, в основном музицируют. Сегодня возникает вопрос, почему музыка – это такое плохое занятие. На самом деле они отвлекаются, развлекаются, отдыхают, поэтому считалось в XVII веке, что музыкой так часто заниматься нельзя. Если очень красивыми словами об этом говорить, на самом деле это порочные действия, которые мы здесь с вами увидим, и чревоугодие в том числе, и лень, вот дева, которой очень скучно многим заниматься. Это жизнь на земле, а завершение истории, то, что художник изображает в верхней части работы, там небесный дворец, рай, девы разумные слева, они будут приняты туда, а девы неразумные справа, изгнанные, поэтому здесь художнику даётся целую историю рассказать, и вот заполнить огромным количеством символов. Здесь игральные карты, кости, маски театральные, которые будут сорваны, когда человек окажется на небе, грецкие орехи, как символ грехопадения. Грецкий орех внутри похож на мозг, а мозг может быть отравлен теми действиями, которыми ты занят на земле, поэтому здесь очень важно подчёркивать художнику такие необычные смыслы. Она отражает реальные события XVI века, хотя мы говорим о XVII столетии. В XVI веке между Голландией и Испанией были военные действия, Голландия хотела стать независимой. А спустя сто лет испанский король решает создать картину, которая показывает мощь испанского флота, чтобы напомнить Голландии, насколько страшна бывает война с ними, поэтому Испания здесь побеждает. В центре испанский корабль, который берёт на абордаж голландский, их союзники на фоне. И хотя это реальная картина, она сейчас для вас превратится в небольшую сказку. В раздувающемся парусе изображение людей. Считается, что это религиозная сцена. И это символ небесной помощи испанскому флоту. Но не только небесный бог благоволит Испании, но и сам бог Марии, Посейдон, которого художник здесь тоже изображает. Он на своей колеснице, запряжённой водными конями, мучит на помощь испанской короне. На самом деле в каждом аромате есть самая яркая нотка. Но здесь всё было гораздо проще. Розы, некоторым кажется, что жасмином очень сильно пахнет. Всё зависит от нашего опыта, восприятия, что мы больше всего ощущали, что мы хотим услышать рядом с этой работой. Мы именно с натюрморта начали создание ароматов. Здесь это делать гораздо проще. Ян Фейд, самый рафинированный фламандский мастер, так его называют. Он прекрасно работает со светотенью, как караваджо. Из тьмы достаёт самые яркие элементы. Но все натюрморты напоминают о непродолжительности жизни. И поэтому цветы здесь почти завяли, опали, овощи и фрукты перезрели и лопнули. Но есть кое-кто, кто напомнит нам. Попугай. Да, но он серенький, такой невзрачный. Мы не сразу его видим. Но, безусловно, он перенимает язык людей, поэтому напоминает нам его человеческих жизней. Искусство, оно просто призвано вызывать эмоции. А все эмоции в нашей жизни разные. Поэтому натюрморты рядом тоже разные. Самое масштабное произведение выставки. Если мы будем вспоминать особенности искусства XVII века, только богатые люди могли себе позволить приобрести такую картину. Значит, здесь изображено их увлечение. Охота. Это результат охоты. Огромное количество дичи. И что нам напоминает еще о богатстве? Самый яркий элемент. Рак. Если быть точнее, то это омар огромный, который вот-вот будто соскользнет со стола в лапы к той, которая уже готова его схватить. Кошечка выгнала спинку. Кошка здесь не одна, их две. Одна очень дикая, глазами с собакой встретилась. Ну, кошка дикое животное, поэтому ее изображали именно такой. Здесь тоже есть подпись. Но только одна. Мы вспоминали именно двух художников. Здесь просто открыть. Здесь тоже достаточно необычная, но работа большая, поэтому она здесь оказалась. Только Пауля де Воса. Она была найдена всего 7 лет назад. Оставили ее 400 лет назад. У нас последний, самый масштабный зал посвящен мастерской Рубенса и, собственно, уже его работам. Самым блестящим его учеником был Антонис Ван Дейк, который был просто вундеркиндом. В 13 лет он пишет свой первый автопортрет, а потом его узнает Рубенс, пригласит к себе в мастерскую. Они будут работать под одной крышей, а затем будут выходить слухи, что Ван Дейк может не хуже учителя, может быстрее, дешевле, может быть, отдавать заказы ему. Рубенс очень сильно напряжется. Он вырастил соперника под собственной крышей, а Ван Дейк поймет, что нужно уезжать, чтобы прославиться еще больше. Он уедет в Англию и в Лондоне станет придворным художником английского короля. Это его английский зрелый период. Это жемчужина в собрании Эрмитажа. Здесь Ван Дейку важно не просто изображение внешних данных человека, а эмоции, характер. Два части тоже это можете проследить. Все крайне детально проработано. И уже сами портреты Рубенса. Они парные, но мы с вами обращаем внимание на королеву. Да, это королева Испании Елизавета Бургонская. Портреты Рубенс пишет вместе со своими учениками. Поэтому по этикетке написано Рубенс и мастерская. Он достаточно эскизно работал над всем остальным, кроме лица. Для него важно изобразить только внешние данные. А для Ван Дейка, как мы видим, в зрелом периоде уже все сильно меняется. Поэтому здесь все крайне эскизно. Это работа учеников, а вот лицо выполнено самим Рубенсом. И поскольку здесь у нас сама королева, мы решили создать аромат именно для нее. Он может быть приятен не всем, нашим посетителям. Он достаточно яркий, тяжелый, вечерний, темный, барочный, как только мы его уже не называли. Да, церковный. Основная нотка там лада, но он прекрасно сочетается с нашей королевой на этом портрете. Наша выставка представлена не только графикой, живописью, но и предметами прикладного искусства. Напротив оказались две шпалеры. Это безворсовые ковры, для которых эскизы делал сам Рубенс. Всего их было 12. Все эскизы не сохранились, потому что создавались с помощью тонких материалов. Также мы с вами сегодня увидим то, что создавалось на брюссельской мануфактуре по этим эскизам. Серия называется «История императора Константина». Крайне важно, что здесь все цветное, так что мы с вами можем понять, кого венчает вот эта хищная птица сверху. Ну, одного из архитекторов, который выглядит очень похоже по цветовой гамме. Но не каждый дом шпалера это может украсить, поскольку она достаточно большого размера. А мы на выставку, как всегда, стараемся раскрыть разные темы, направления. Нам дают произведения искусства, чему мы безмерно рады. Мы стараемся в Татарстане уже дополнить дизайном. Здесь уже ароматы, тактильные станции. Следующий проект, я думаю, вас тоже всех удивит. Мы постараемся, по крайней мере, все для этого сделать. Субтитры создавал DimaTorzok